Всех приветствую. Сегодня у меня Xperia M2. Я думаю, что проблема в дисплее. Такой вот дисплей на M2 мы заказываем. Кто-то просил меня пару раз в недавних видео, когда я менял стекло на данной модели поменять дисплей. Вот принесли сегодня данный смартфон с похожей проблемой. Сейчас мы посмотрим. Итак, в чем проблема? Нажимаем на кнопку включения. Смартфон включается. Видите, загорается свет тусклый. Гаснет. Думаю, что проблема в нем. Сейчас мы откроем заднюю крышку. Открываем заднюю крышку, нагреваем, ставим маленькую температуру, около 200 градусов, потому что очень мягкий материал пластика. у Galaxy Xperia M2. При перегреве появляются трещины, сдувается пластик, поэтому сильно не нагревайте. связаем периметр. О, появились звуки. Итак, давайте, давайте. Давайте отключим телефон. Здесь у нас есть кнопочка включения телефона. Снимаем батарею. Ответка на Т5. Снимаем четыре винта. Снимаем батарею. Я снимаю батарею с этого угла нижнего права. Наименее приклеена она как раз в этом месте. Телефончик разбирался до нас. Внутрь шлейф. Снимаем разъем основного шлейфа. Разъем сим-карты. Верхний разъем какого-то верхнего модуля. Судя по всему, это у нас датчик, не динамик. Соединяем тачскрин. Телефон разбирался, но не до конца. Тачскрин не отстегивали, то есть в плату не залазили. Меня это радует. Отстегиваем тач. Отстегиваем дисплей. Давайте отстегиваем коаксивный кабель сначала. Отстегиваем дисплей. Разъем дисплея у нас находится вот здесь. Сгибаем шлейф. Здесь у нас находится разъем дисплея. Отстегнули. Вытаскиваем материнку. Давайте посмотрим, нет ли сим-карты. Сим-карты нет. Есть карта памяти. Удаляем ее. Приподнимаем нижний левый угол. Вот как и сделал я. Помогая сверху. Таким образом вытаскиваем системную плату. Есть следы от воды. Вот я наблюдаю вот здесь вот. Вот так же след. Вода попадала, судя по всему, со стороны гнезда зарядки. Может быть это и явилась проблема нерабочего дисплея. Давайте посмотрим. Давайте проверим дисплей. Подключим новый дисплей. Если он не работает, значит будем искать на плате проблему. Подключаем к системной плате дисплей, батарею и кнопку включения. Дисплей. Шлейф, где находится кнопка включения. Так, сюда вот. И батарею. Включаем батарею. Включаем телефон. Смотрим. Вот. Появилось. Появилось. Появилось изображение. Судя по всему, вода попала на драйвера дисплея, который находится, который находится здесь, на управлении дисплея. Вот. И дисплей вышел из строя. Так. Видите, все работает. Все работает. Включаем телефон еще раз с нашей волшебной кнопочки. Снимаем батарею. Основной шлейф. Дисплей отстегиваем. Да, была вода здесь у нас. Затекла вода. Сюда немного. Итак. Разбираем. Дальше. Телефон. Снимаем тачскрин. Снимаем антенны модуль верхние. С динамиком. Убираем сторону. Так. Дисплей негодный. Сейчас будем снимать. Итак. Итак. Отсоединяем. Включаем термофен. Аккуратно. Аккуратно снимаем стекло. Потому что оно у нас нормальное. Вот. И после этого будем менять дисплей. Итак. Я ставлю. Температуру я выставляю 300 градусов. Нагреваем периметр преимущественно снизу. Будем начинать снимать снизу. Включаем попковку. Реклама. Поддеваем низ тачскрина, срезаем скотч. Можно вставить медиатор, либо что-нибудь пластиковое. С другой стороны. Виде так. 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 с другой стороны теперь нагреваем сверху самая сложная задача при замене дисплея на данной модели как вы догадались уже это правильно без повреждений царапин снять тачскрин дальше уже все просто вытаскиваем разъем тачскрина вот она вода попадала и тогда затекла сюда и так соединяем дисплей здесь кусочек остался старайтесь оставить не повредить вот эту вот пластиковую рамку но это даже не рамка это такая полоска на двустороннем скотче которая предотвращает касание между дисплеем и тачскрином все остальное боковой скотч двусторонний все остальное нам надо будет удалить потому что достаточно сильно повреждено при снятии вот итак сейчас давайте очистим поверхность удаляем остатки двустороннего скотча укладчик покажем entrepreneurship руководитель итак 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 так сверху было бы неплохо если мы заказали двусторонний скотч на эту модель но мы его не заказали у нас в данный момент в наличии нету вот в комплекте идет скотч для проклейки дисплея и для проклейки и задней крышки поэтому если у вас есть такая возможность заказывайте также двусторонний скотч при замене дисплея либо тачскрин это облегчит вам работу мы будем проклеивать обычным двусторонним скотчем итак я сейчас наверно ставлю на паузу на паузе я удалю вот этот вот испорченную двусторонний скотч с тачскрин довольно долгая процедура сейчас мне предстоит минут 10-15 я буду удалять этот скотч вот и проклею после этого я проклею рамку тачскрин и после этого продолжим снимать итак продолжаем снимать вот я порядка 20 минут у меня ушло на проклейки рамки куда будет садиться тачскрин проклейка тачскрин а вот проклейка крышки и и проклейка место под крышку я еще бумажки не снялся вот вставляем дисплее снимаем пластик вставляем разъем дисплея укладываем дисплей аккуратно вложили дисплей обратите внимание чтобы он не выпирал чтобы ничего под ним не осталось какой-нибудь кусок стекла там или еще чего-нибудь удаляем пыль снимаем пластик защитность дисплея просовываем разъем тачскрина в отверстие вытягиваем с этой стороны укладываем так с этой стороны у нас вытащили оба разъема удаляем пластик с шлейфа дисплея чтобы можно было приклеить его здесь у нас обратите внимание метки вот на металлическом экране защитным вот в эти метки нам нужно уложить разъем чтобы он ровно лег в эти метки зафиксировали и далее уже приклеиваем шлейф дисплея вот эта сторона шлейфа должна быть под модулем sim карты и так уложили далее далее укладываем антенны модуль у нас находится одна важная часть перед установкой системной платы обязательно вытяните заглушки вот потому что они мешают установки системной платы и даже антенна модуля и так устанавливаем антенны модуль далее заглушку можно всунуть обратно теперь укладываем систему и уплату на свое место такая не очень удобная конструкция поэтому будьте внимательны дабы ничего не повредить и не загнуть я вставляю системную плату таким вот образом сначала сначала вставляю вставляю верхний правый угол где у нас находится модуль bluetooth вай фая вставляем верхний модуль далее далее здесь у нас находится камера и нужно всунуть под давайте покажу поближе под антенны модуль также эту сторону здесь можно немного отодвинуть корпус еще раз попробуем таким способом теперь всовываем на свое место это прокладка камеры всовываем ее внутрь чтобы камера села плотно к тачскрину застегиваем верхний модуль термопластик далее застегиваем сам дисплей вот отсюда вот застегнули дисплей опускаем системную плату вот в эти вот отверстия они должны совпадать далее застегиваем основной шлейф модуль sim карты винты застегиваем тачскрин собираем остальные винты еще раз повторюсь за герметичность данного телефона вот потому что очень вопросов возникает вот скотч которым я проклеил заднюю крышку передние передний модуль он не герметичен за герметичность мне не отвечаем клиенты конечно же знают не требует от нас этого вот есть конечно клиенты которые хотят чтобы телефон был в прежней герметичности мы соответственно проклеиваем герметичным скотчем который можно заказать в комплекте со стеклом там либо с модулем вот и тем не менее все равно не даем гарантию что вода не просочится телефон укладываем как сильный кабель поэтому проклеиваем обычным скотчем вставляем батарею застегиваем можно включить смартфон появился логотип и так крышка данная xperia как я уже говорил очень сделано из очень мягкого пластика поэтому рассчитывайте толщину скотча на который вы будете сажать крышку я в данный момент проклеил и крышку сумму и проклеил рамку этим скотчем 3 м который у меня и то есть при постановке крышки у меня она будет прилегать абсолютно плотно они не будет никаких щелей то же самое я здесь сделал с крышкой бумажки уже удалил на паузе вставляем крышку аккуратно и пришли мягкой тканью видите да абсолютно плотно нет никаких щелей не будет все работает батарея садится всем спасибо за внимание друзья это был это было sony xperia m2 замена дисплея ядов подписывайтесь наш канал всем удачи до свидания